И в начале. Сегодня в Архангельске и в пригороде наблюдался транспортный коллапс. Выпавший снег доставил множество неприятностей водителям и пешеходам. Не все автомобилисты успели сменить летнюю резину на зимнюю. Поэтому уже утром в ГИБДД зафиксировали рекордное количество аварий. Пассажиры общественного транспорта толпились на остановках в ожидании автобусов. Те, в свою очередь, стояли в пробках или в авариях. С подробностями Антон Воробьев. Первый снег в Архангельске и первые аварии по вине гололеда. Утром движение по городским магистралям замедлилось. Многие сбрасывают скорость, опасаясь столкновений, которых, увы, не удалось избежать. Обводный канал. Столкнулись две машины и автобус. Скорее всего, виной лысая резина и неопытность девушки-водителя. Она не успела повернуть. На заднем сидении пустое автокресло малыша, в дверь которого пришелся удар. К счастью, увезли в детсад до аварии. Ехал на зеленый сигнал светофора, подъезжая к перекрестку. Увидел, что женщина на иномарке решила повернуть. А у нее, оказывается, стоит летняя резина. Она не успела завершить свой маневр. Я тормозил, гололед, все. Те, кто не успел переобуть машину, либо просто не рискнули выехать на скользкие дороги сегодня, либо стали участниками аварий. Исходя из имеющихся данных статистики, можно говорить о том, что для некоторых автомобилистов зима все-таки пришла неожиданно. Значит, здесь учитывается тот факт, что на 10 часов утра уже выполнена 50% норма ДТП от ежедневной среднестатистической и составляет 20 дорожных транспортных происшествий и два ДТП произошло с пострадавшими. Это при том, что за вчерашние сутки было всего 36 аварий. С днем жестянщика автолюбители. Между тем, снегопад и гололед не стали сюрпризом для коммунальщиков. В кабинете начальника архкомхоза небольшой оперативный штаб. На войну со снегом вышла вся свободная техника. Неделю уже оперативный персонал дежурит на участках. В 7.20 при выпадении снегопада оперативно выехали на загрузку и поехали по основным нам магистралям. Это Ленинградский, Троицкий. Также поехали просыпать мосты. Это три у нас основных моста. Краснофлотский, Северодвинский и Кузнечерский. Ну и другие мосты. На 8 часов 26 единиц задействовано. По словам синоптиков, выпавший снег нам вряд ли останется до весны. Уже сейчас он начал таять. Стабильный снежный покров установится не раньше ноября. Антон Воробьев, Виктор Коноплев, Новости 24, Архангельск.